Окей, мы берем мосеку, захотелось мне сегодня тортья поесть, вот. Как мы делаем тортья? Мы берем мосека, мы берем воду, смесь мосека это, в принципе, кукуруза, такой кукурузный порошок, будем так говорить, вот. Смешиваем на вот эту порцию, классическая пропорция, два стакана мосеки, полтора стакана воды, если нужно немножечко больше воды, буквально по чайной ложечке добавляйте, смотрится как по консистенции. Тесто, оно очень необычное, оно не липкое, как обычное тесто, оно такое, как будто, знаете, пластилин. Оно все сразу собирается, такие мелкие крошечки, они все сразу собираются друг к другу, очень хорошо клеится. Все, когда все ингредиенты перемешаны, хорошо, все там хорошо подружилось друг с другом. Добавляем еще также немножечко соли, вот, все вы делите тестом на 16 равных частей, делайте из них шарики, ну, старайтесь, насколько это возможно, сделать равномерно, да, вот, насколько это возможно, вот, для того, чтобы они не высохли, потому что они должны остаться эластичными, для того, чтобы мы могли из них сделать непосредственно настоящие лепешки. Вот, мы должны их спрятать в пакет и накрыть тканью. Я люблю прятать пакет, кто-то накрывает тканью, но так как я знаю, что сейчас пока это буду каждый делать, это будет брать много времени, я просто их прячу в пакет, они при этом не высыхают, не теряют своей влажности, потому что высыхают они практически моментально. Так, все это мне больше не надо. Значит, сейчас, в принципе, у, я знаю, что вот, да, у испаноговорящих, там, где у них это непосредственно ихнее блюдо, у них есть специальные такие станки деревянные, с очень тяжелыми такими двумя досками, между которыми они, в принципе, ложат непосредственно вот эту массепу, вот эту вот смесь, вот этот вот шарик, и прихлопывают их с двух сторон, и получается он такой, ну вот как же ленчик. Так как у меня нету такого аналога, скажем так, то я что делаю? Я просто вот сделала, у меня есть очень тяжелая разделочная такая доска, вот, я вот ею, вот прям вот так накладываю на шар, и очень сильно придавливаю, вот так вот, вот так, прям сильно-сильно. Так, открываю, смотрю, получается вот что-то типа такого, оно маленькое, оно должно быть намного шире. Значит, я его отдираю, переворачиваю к другой стороне, чтобы оно не совсем прилипало, и еще вот так вот прилипляю, придавливаю. Что это дает? Во-первых, оно равномерно расползается все, и оно все равно сохраняет круглую форму при этом. Так, оно не должно расползтись, оно должно остаться вот таким. Все будет зависеть, конечно, от того, какой вы сделали круг. Ну вот, они это прикладывают в несколько прикладов, и я тоже приложу это в несколько прикладов. Чем тоньше будет, тем быстрее оно пропечется, оно должно выжариваться хорошо. Вот уже. Такой блинчик получше стал. Вот у меня немножко разошлось, ничего страшного. Это все можно назад склеить, тем, что мы вот так вот еще раз приложим. Вот так. Вот так. Хорошо. Все, я думаю, что больше мы его не разделаем, но сейчас у нас следующая задача. Мы должны накалить сковороду. Я беру небольшую, потому что мои тортии будут небольшие, я беру небольшую сковородочку. На нее не надо ничего лить, ничем мазать, никаким жиром. Мы просто ее накаливаем, накаляем. И когда сковорода достаточно разогрета, мы выкладываем ее на сковороду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok